Приветствую в банке Чанфанелли. Из 10 чужих деньгах мы заботимся как о собственных. Чем могу служить? У вас открыт мой счёт. Я хотел снять с него деньги. Конечно. Ваше имя? Геральт из Ривии. Минуточку. Мне нужно заглянуть в бумаги. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Приветствую в банке Чанфанелли. Здесь о чужих деньгах мы заботимся как о собственных и так далее. Чем могу, уважаемый? С этой справкой А-38 я немного тороплюсь. Нельзя это как-нибудь ускорить? Ого. Но вы, уважаемый, думаете, что на вас правила не распространяются и можно как-нибудь по знакомству? Ничего не выйдет. Я зайду позже. Как пожелаете. Приветствую в банке Чанфанелли. Здесь о чужих деньгах мы заботимся как о собственных, а клиент всегда прав. Чем могу служить? Я могу здесь получить справку А-38? Конечно, разумеется. Форму 202, пожалуйста. Форма 202? Что еще за бред? Милостивый государь, это не бред, а необходимая формальность. Справку А-38 я могу выдать единственно по предъявлению формы 202 на основании распоряжения номер 60. Прошу, пройдите к окну номер один. Так я только оттуда пришел. Неважно. Сейчас вернусь с формой 202. Куда вы передо мной лезете без очереди? Какое мне дело до твоей очереди? Что за хамство? Я этого не потерплю. Сейчас я тебя научу к культурному обращению. Попробуй только. Эй, господа, хотите поскандалить? Милости прошу наружу. Пойдем, выйдем. Хам и бытло! Сейчас я дам тебе урок смирения. Я тебя научу вежливости! И представляешь, дорогая, она утверждает, что в новом сезоне в моде будут рукава с буфами. Прошу прощения, мне кое-что нужно решить в окне номер один. С буфами? Да что ты говоришь? Я вот тоже сомневаюсь, потому что... Простите! Вы не видите, что тут написано? Перерыв сейчас. Селина, дорогая, подпиши мне вот здесь. А, это вы? У меня тут такое дело. Перерыв у нас. Говорят же, как человеку. Нет, не понимает. Похоже, у меня нет выбора. Придется ждать, пока кончится перерыв. Сижу я как-то дома. Придется подождать. У них перерыв. А вы, мой друг, что пытаетесь раздобыть? Справку А-38. Хотя сейчас уже кажется форму 202. Форму 202? Легче легкого. Попробовали бы вы, мой друг, достать сертификат П. Раз уж мы все равно здесь ждем, может, партиечку в гвинт? Вижу, вы здесь во всем разбираетесь. Наверное, решили тут не один вопрос. Ну, разумеется, мой друг, разумеется. И то удавалось обстряпать, и другое. Видите ли, на все нужен способ. А если нет способа, даже не дергайся. Я, кажется, видел все. Попытки очаровать, гипноз, подкуп. Ничего не действует. А если ничего не действует? Что делать-то? Быть милым так просто. И просто так. Видите ли, мой друг, сидит такая женщина в этом окошечке по 12 часов, и никто ей даже доброго дня не пожелает. А если вы, мой друг, еще организуете для нее какие-нибудь цветы или духи, дело решится за три минуты. Ну, тогда попробуем. Удачи. Приветствую в банке Чанфанели. Здесь о чужих деньгах мы заботимся, как о собственных и так далее. Чем могу, уважаемый? А нельзя было сразу сказать, что к справке А-38 нужна форма 202? Я потерял на этом. Много времени. Вы, уважаемый, не возмущайтесь. Мне казалось, это очевидно. Сейчас выдадим вам формочку. Фамилия ваша как будет? Геральт из Ривии, мой. Сейчас найдем. Геден, Гемель. Вот. Геральт из Ривии. Боюсь, не могу вам выдать форму 202. Что-что? Заявитель официально числится умершим. Скажите, уважаемый, как же мне подавать такие данные? Вы же любите мускусные ароматы. А вы, уважаемый, откуда знаете? Я почувствовал, когда вы проходили мимо. Прекрасные. Прекрасные духи. И вот я подумал. Эти тоже должны вам понравиться. О, но мне нельзя. Правда. Прошу, примите их. В знак благодарности за помощь в моем деле. О, вы, уважаемый, просто очаровашка. Подождите тут минутку, уважаемый. Пойду к господину Чанфанели. Может, удастся что-нибудь сделать с этими бумажками. Я им говорю не мешать, но нет, постоянно кто-то голову морочит. Кого я вижу? Сердечно рад, мастер Геральт. Давно ты нас не навещал. Я был немного занят. Но вот теперь вернулся, и у меня к тебе дело. Разумеется. Чем могу тебе помочь? У меня небольшие неприятности с банковским счетом. Я хотел снять с него деньги и... Никаких проблем. Сейчас все выплатим. Только понадобится еще кое-что. Да я уже слышал. Справка А38 и так далее. Без этого не получится. Но ты, как я вижу, ориентируешься в банковском деле. Так что мигом управишься. Чиан Фанели, хватит отговорок. Выплати мне мои деньги. Немедленно. Но мастер ведьмак, зачем же так нервничать? Сейчас все выплатим. Только сперва я должен увидеть необходимые документы. У меня есть для тебя документ, который значит больше, чем все эти справки. Вот, пожалуйста. Поручение от ее сиятельства? Да. И на его основании я требую доступа к моему счету. Сейчас же. Да, мастер ведьмак. Идем. Чиан Фанели, ты что, шутишь? Этот ящик пустой. Ну, деньги должны быть в обороте. Так что, как только мы узнали, что ты умер, то мы их сразу пустили в ход. Купили акции, облигации, инвестировали в развитие пары и виноделин. Вот все и разошлось. Назовем вещи своими именами. Ты просто меня обокрал. Да что вы, мастер. Разве бы я посмел? Я... Посмел, посмел. И сейчас ты за это ответишь. Открой решетку. Мастер ведьмак, я все отдам, обещаю. Клянусь бородой моего батюшки. Один раз я уже дал себя обмануть. Второго раза не будет. Мастер Геральт, взываю к твоему рассудку. Можно же как-то договориться. Я эти деньги из тебя силой вытрясу. Стража, на помощь! Все в порядке? Иди сюда! Ну, иди! Что, драться раскателось? Зачем панели? Так, Марьяночка, закрой счеты и выплати денежки. Благодарю. Мастер ведьмак, вот твои деньги. Только, пожалуйста, не устраивай больше скандалов. И это все? Я ожидал, по крайней мере, несколько тысяч. Налоги, инфляция, все такое. С экономикой не поспоришь. Да, понимаю. А, мастер, и вот еще что. Не приходи больше в мой банк. Нам тут таких клиентов не нужно. Продолжение следует... Продолжение следует...